Мечты о летнем отпуске для Руслана и его семьи развеялись в одночасье. Вместо песчаного пляжа и теплого моря в Анталии предприниматель уже полгода ходит по судебным инстанциям. Забыть о немалой сумме в полтора миллиона тенге за путевки, купленные задолго до летнего отдыха, шимкенский бизнесмен, впрочем, как и десятки обманутых казахстанских клиентов, не намерен. В конце мая начала ходить информация про то, что у Travel System ходит от проблемы со скатом. Я думаю, они тоже будут судиться, если только не судятся. И после этого, 3 июня, насколько я помню, от Travel System пришло сообщение, что они приостанавливают свою деятельность. В Альфарабийский районный суд города Шимкента поступило несколько исков от клиентов Travel System. Договор шимкенца в основном заключали с турагентствами посредниками. Он включал обязательное страхование в специализированной страховой компании. Таким образом, свои иски о возмещении затрат пострадавшие предъявляли именно к страховой фирме. Туристам мы, естественно, сообщали это все персонально, то есть каждому приглашали, каждому рассказывали о них в этом. О чем? Что? О том, что их путевка практически аннулирована, и их деньги отселят сразу, и в том, и мы не сможем их вытащить. Естественно, мы туристов предупреждали, что у нас заключен таковы со страховой компании «Центр Сенчуренс», и этот случай является страховым. И просили их обратиться за возвратным денег уже именно к страховой компании. Однако страховщики отказались признавать сам страховой случай, мотивируя это рядом обстоятельств. В частности, тем, что туристические услуги из ЦУ оказаны не были. Мол, туристы на курорт даже не вылетели, а следовательно и не попали на территорию, указанную в договоре. Что страховой случай считается наступившим с момента вступления в законную силу решения суда о взыскании вреда непосредственно с нашего страхователя. Как такое решение вступает в законную силу, тогда, соответственно, страховой случай считается наступившим. Судьи Альфа-Арабийского суда, а затем и апелляционная коллегия, куда обратилась страховая компания, подробно исследовав все нюансы договорных обязательств, вынесли вердикт. Требования истцов в части возмещения затрат, связанных с оплатой за перелет проживания и питания на курортах Анталии, удовлетворить, причем взыскания произвести именно со страховой компанией.